Мы в Азау, поселок Мир Азау, здесь канатная дорога, высота 2350 метров. Мы планируем подняться по канатке до верхней станции. Здесь три станции. Верхний Кругозор, Старый Кругозор, потом Мир и самая верхняя точка гора Баши на высоте 3847 метров. То есть на третьей точке мы будем находиться на полторы тысячи метров выше, чем сейчас. Стоит все удовольствие на человека туда и обратно 1400. Так, ну мы смотрим, и действительно, получается, одни. Отлично. Поехали. Первая станция какая? Не помню. Старый Кругозор. Уже ушки закладывает, чувствуешь? Ушек пока нет. У меня уже закладывает. Не боимся. Вот сейчас ушки заходят. Ой, ой, шатаете. Кафе с оригинальным названием People Have It. Интересно, Богдану Титамиру какие-то авторские перечисляются? Вроде бы эта фраза ему принадлежит. Хотя это не факт. Ну как тебе? 3000 метров. Прохладненько, я думаю, сейчас я оденусь. Так, старый Кругозор, вот он такой. Чипер Азал, гостиница и кафе, куда также можно зайти посмотреть, что там. Но мы не стали заходить внутрь, а вот с такой вот, с этой деревянной платформы я взлетел, отлетел, опустился вниз в ущелье и потихонечку стал подниматься с поворотом камеры, чтобы вот всю эту перспективу, весь план рассмотреть. Ну, немножко ускорил видео, разумеется, потому что все это изначально было очень медленно. Ну, собственно, вот, пожалуйста, кстати, вот внизу Чипер Азал у зеленой крыши и непосредственно старый Кругозор. И открывается вид на весь, на все Прильбрусия. Поляна Азал, Терскол там подальше, мне кажется, даже поляну Чигет можно рассмотреть. Мне кажется, здесь как раз вот самый такой всеобъемлющий вид на все Прильбрусия. А это из-за этого для луи, да? Да, это стуки. Подъезжаем на станцию Мир 3455 Станция Мир А вот две вершины Эльбруса Если мы все правильно понимаем А по-другому тут, мне кажется, понять уже невозможно Это он Наташ, как дышится? Да вроде ничего, нормально Я тоже думал, что совсем будем задыхаться Но вполне, да? А вот и Снежочек Давно мы его не видели, да? Вот мы в рамках прогулки на станции Мир Вот зашли немножко с другой стороны И посмотрим, какой здесь вид открывается А вид так себе Вот это непонятно Какие-то каменоломни Или это натурального происхождения Но в любом случае Как-то вот Не особо Так, ну что Мы Побыли здесь минут 10 И, конечно, хочется уже На самую вершину Вообще Канатная дорога достаточно качественная, да? Да Как бы все четненько, все работает Мы На финальную точку Какая у нее высота? 3,80 С чем-то С чем-то О, я купальник Пустила Она что, наприспустилась, что ли, да? Так, ну ладно, хватит любоваться. Когда есть чем любоваться, например, вот эти. Так, здесь, конечно, уже прохладно. Так, ну здесь песня своя. Горобаши. На самом деле не так холодно, как могло бы показаться, как я думал. Весьма ветрено, но не критично. Конечно, площадочка для фото, естественно. А вот как раз, да, две вершины Эльбруса. Ближе уже не подойти. Ближе, это уже восхождение. Но это не в этот раз. Ну что, как? А здесь как раз вот восхождение. И здесь уже восхождение тусуются. Снегоходы. Пойдем? Пойдем. Порасмотрим. Вот так. В кроссовочках идти, конечно. Здесь сложно, причем такая ослепительная белизна. А вот, кажется, ребята, возможно. Они как раз спускаются с Эльбруса. Эльбруса. Полностью экипированные. Вставшие. Вот так это выглядит все. Вон она, Эльбрус. Совсем как на ладони. Совсем рядышком, кажется. Довольно давно. Далеко ушли. Как далеко? Метр в сто. Наташ, как самочувствие здесь? Мне тоже кажется, нормально. Ну как? Вполне себе. Если не спеша подниматься, кажется, что будто бы и класс. Да? Не, все-таки, если говорить откровенно, конечно. Не так работает. Вдыхалка. То есть, вот я иду так по шагу, потихонечку и устаю. Потому что кислородных голоданий не хватает. Кислорода в вдыхаемом воздухе. И это интересный такой момент. Необычные ощущения, на самом деле. Поэтому как там идти вот эти еще полторы тысячи, пока мне сложно представить. Это актиментизация. Вся вот эта история. Это не просто так. И это не россказни. Это абсолютно необходимое. Необходимый компонент всех тех, кто решился покорить главную вершину Европы. Но я замечу, что сейчас над Эльбрусом не облачко. Он прям виден как на ладони. А вот тот самый ретрак, который отвозит восхожденцев на какой-то уровень. Ну это такой, знаешь, как я понимаю, самый простой. Ну как бы это не звучало дико. Тем не менее, из всех вариантов восхождения. Это вот южный маршрут, если я правильно понимаю. Сюда. По подъемникам на ратраке на какую-то еще высоту. А потом уже ножками. Если я правильно понимаю. А вот ребята, кажется, уже пошли на Эльбрус. Сейчас попробую спросить его. Извините, а вы на Эльбрус прям, да? Пока нет. Понятно. Ну, собственно, вот. Тренировка. Тренировка пока. А когда планируете восхождение? Через сколько дней? Через три дня. Через три дня, да? Ну, восьмого или девятого. И здесь вы, который, какой уже день вообще, в принципе... Какой? Первый. А, первый. Только самый... Нет, вообще, в принципе, уже пятый. Пятый, да? А сегодня больше. Ага. То есть, в принципе, надо закладывать 7-8 дней на всю эту историю. Понятно. Ну, чем больше, тем лучше. Ну, понятно. А так, в принципе, в среднем 7-8 дней. На четыре дня действует по центру на этой вершине. Ага. И туда-сюда заходите, сходите, да? Да. Сперва вот. Вот будка там, да? До камней. Ага. И обратно. Ага. Первый день это... Это так, лёгкая адаптация. Ага. Второй потом можете выпить. Ага. Скорее метр на четыреста. Ага. И тоже. Третий день обратно уже по самому, где всех начинается. Восхождение. Ага. И снова обратно. И пятый день это восхождение. Это уже финал, да? Ну, это начинается с двух ночи. Восхождение с двух ночи? Два-три, да. Если пешочка бьёт, то два. Ага. И это чтобы к полудню или там слегка за полдень дойти? Нет. Это в районе семи-восьми часов. Общее количество? Общее, да, количество. Понятно. Это уже как самочувствие. Я понял. Ну, в принципе, начинается от четырёх в семьсот уже начинается. Ага. Хочешь, не хочешь? Я понял. Хорошо. Спасибо вам. Ну, пока я разговаривал с парнем, я вижу, что облака появились, которые начинают заслонять альбрус. Я поднимаю дрон и вижу, ну что ж такое, да? Всё, видимо, не судьба. Лечу к нему, где-то метров двести набирая высоты. Но понимаю, что, видимо, тщетно мне увидеть. Одна-то вершина видна, а вот вторую, видимо, уже бесполезно. Ну, тогда я разворачиваю дрон, поворачиваю, то есть спиной к альбрусу и снимаю панораму. Мне кажется, она тоже заслуживает внимания ничуть не меньшего. А теперь вот я опустил дрон и иди так разогнаться от альбруса навстречу бездне. И что происходит? Я лечу, лечу. И буквально вот здесь я замечаю, о, что это, провод? И уже не было возможности никуда выруливать. Ну, то есть пронесло. Ну, это просто повезло, потому что у нас же такая. Я не заметил его никогда вообще там летал, поднимался, когда разгонялся и вот чуть-чуть ещё и мог бы разбить свой вертолёт. Но не в этот раз. Вот я поднимаюсь всё выше, опустив камеру вниз, где-то вот по центру. Я стою с Наташ, а это вот снегоходы с эльбруса спускаются. А вот, кстати, любопытный момент. Я всё-таки поднимаю дрон до максимальной высоты 500 метров и оказываюсь практически над облаками и две вершины эльбруса мне открылись. А вот здесь уже посадил дрон, не выключил камеру. И почему я оставил этот кадр? Почему я не знал, что он снимает? Потому что в объектив попали вот эти вот вагончики-гостишки для восхожденцев. Именно вот здесь люди живут, тренируются. Именно отсюда покоряют эльбрус. Кафе Балкария. Цель не получит, по-моему, себя дружелюбную. Учитывая какая-то высота, и что других вариантов здесь переключить вообще нет. 300 рублей манда. Вкусные 5 штук. За 300 рублей 5 штук. На высоте 3-5 штук. Угу. Ну и в конце я хочу вот этот оставить здесь кадр. И я на Старом Кругозоре опускаю дрон. И неожиданно в кадр влетает гость. Вот она. Я на струкадре ее разглядеть, чтобы синичка. Ну и полетела дальше. Ну, в общем, в итоге что можно сказать? Если вы оказались при эльбрусе, даже если вы не планируете покорять эльбрус, сам эльбрус, то все-таки по канатке подняться. Ну, обязательно надо, разумеется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok